Здравствуйте! С вами миссионер Сергей Комаров, и мы говорим на темы из апостольских посланий. Я бы хотел сегодня прочитать фрагмент из послания апостола Павла к римлянам. Одна из главных целей этого послания – доказать иудеям и иудеохристианам, евреям, принявшим христианство, но продолжающим соблюдать закон, что исполнение обрядовых правил Моисея уже никого не спасет, и с приходом Христа время закона окончилось. Сравнивая ветхозаветную жизнь по закону с новозаветной жизнью по благодати, апостол Павел сталкивает два понятия – праведность от закона и праведность от веры. При этом он обращается к ветхозаветным текстам. Цитирую. «Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его, человек жив будет им. А праведность от веры, так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Рассуждения апостола могут показаться странными. И в самом деле, что значит «не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести», или «кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести». Чтобы прояснить данное место, необходимо обратиться к ветхозаветному источнику, на который ссылается апостол. Павел цитирует книгу «Второзаконие». «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не заморим она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Павел, отталкиваясь от этих строк, делает своеобразный парафраз. Смысл слов его, согласно церковным толкователям, следующий. Древнему Израилю не нужно было дожидаться какого-нибудь вестника с неба, где обитает Бог, или посылать за море, чтобы узнать волю Божью, ибо Бог уже изрек свою волю в законе. Так и ныне воля Божья явлена во Христе. Спрашивающий сегодня, кто взойдет на небо, тем самым сводит с неба Христа, думает, что Мессия еще не явился. А спрашивающий, кто сойдет в бездну, тоже неразумен, ибо Христос уже был в бездне, в преисподней, и вышел из нее. Христос уже пришел, умер и воскрес, и в нем почивает благоволение Отца. «Через Иисуса мы узнаем волю Божью и получаем благодатные силы жить по ней. Никуда не нужно ходить, чтобы обрести все это, ибо близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Если принял Евангелие всей душой, ты уже обладатель самого великого сокровища». Итак, вывод из апостольских слов такой. «Веруй во Иисуса Христа сердцем, исповедуй его устами, и спасешься». Есть еще и такой оттенок понимания. Не допытывайся, как именно произошло воплощение смерти воскресения Иисуса Христа. Кто взойдет на небо или кто сойдет в бездну, то есть кто из людей до конца поймет домостроительство нашего спасения. Тайна сия велика, поэтому просто веруй, как дитя, отбросив всякие сомнения. Возможен и такой смысл. Исторически Моисей говорил о законе, но апостол связывает его слова со Христом, идя от обратного. «Закон не был ни на небе, ни в преисподней, а Христос был». Человеку, имеющему в сердце Господа, закон уже не нужен, ибо Господь есть, альфа и омега, начало и конец. Он владычествует и на небе, и в преисподней. Попутно отметим, что Павел удостоверяет нас в божественном вездесущие Христа. Для богочеловека нет ничего неподвластного и закрытого. Пожалуй, самым важным для нас в практическом отношении является завершение мысли апостола. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют праведности, а устами исповедуют ко спасению. Как мы видим, вера обязательно должна выражаться в исповедании ее, причем не только жизнью, но и устами, словесной проповедью. Нужно, чтобы и разум прочно основывался на благочестивой вере, и язык в исповедании провозглашал твердость разума. Писал святитель Иоанн Златоуст, толкуя данное место. Как можно видеть, мысли апостола Павла часто основываются на Ветхом Завете. Для него Ветхозаветные книги живы, актуальны, действенны. Только понимать их нужно по-христиански. К большому сожалению, для огромного числа православных людей мир Ветхого Завета пребывает закрытым. Мы очень плохо знаем эти тексты. Считаем, что они нам не нужны. Но Церковь всегда имела одинаковый интерес и к книгам Ветхого Завета, и к книгам Нового. До того, как был полностью написан и оформился в Камон Новозаветный корпус книг, на христианских собраниях читали книги Моисея и пророков. Только впоследствии прибавились тексты апостолов Марка и Луки, Матфея и Иоанна, Иакова и Петра, Иуды и Павла. Но и после этого Церковь любила и изучала Писание. А под этим словом понимаются все книги Библии. В самих новозаветных книгах мы найдем ряд свидетельств о Ветхозаветных текстах. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне», — говорит сам Христос. Несомненно, Спаситель имел в виду старозаветные книги, ведь четвероевангелий и апостол еще не были написаны. Кстати, из слов Христа мы можем определить для себя цель и общее направление христианского изучения еврейской Библии. Христианский взгляд всегда ищет в Ветхозаветных строках Христа. Они свидетельствуют о нем, и он воистину присутствует там в каждой букве. Апостол Павел пишет любимому ученику Тимофею, «Ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса». Как интересно сказано, ветхозаветные писания умудряют во спасение, причем веруя во Христа Иисуса. Спасаемся веруя во Христа Иисуса, а умудряемся писаниями. Писаниями Ветхого Завета, конечно же, ведь в то время, когда Тимофей был ребенком, ни Матфей, ни Лука, ни Марк, ни Иоанн, ни Павел ничего еще не написали. К тому же Тимофею апостол Павел говорит, «Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Перед нами свидетельства о богодухновенности и общей пользе ветхозаветных книг. Они также важны нам, как и четвероевангелие, и деяния, и соборные послания, и письма Павла, и апокалипсис. У каждой книги свое место, роль, предназначение. Мы имеем вернейшее пророческое слово, «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Писал малоазийским церквам апостол Петр. Итак, пророческое слово – вернейшее, и обращаться к нему значит делать хорошо. Открывать пророческие книги означает зажигать светильник в темном месте. Древним христианам одинаково дороги были и послания апостола Павла, и книга Исаии, и Евангелие от Матфея, и песнь Песни Соломона, и деяния апостолов, и псалмы Давида. Если посмотреть, на какие библейские книги святые отцы писали толкования, то мы увидим, что ветхозаветные книги они очень любили. «Новый завет в ветхом скрывается, а ветхий в новом раскрывается», говорил блаженный Августин. И действительно, все книги Писания имеют удивительную взаимосвязь. Более того, без знания Ветхого Завета мы не сможем адекватно воспринять ни одной новозаветной книги. Это становится понятным при взгляде на самую первую страницу Нового Завета – родословие Иисуса Христа. Длинный перечень имен из дохристианской библейской истории не скажет нам ничего, если мы не знакомы с законом, пророками и писаниями. И далее то же самое. Четвероевангелие и апостол настолько насыщены ветхозаветными цитатами и аллегориями, что незнание первоисточника исключает возможность понять эти тексты в должной полноте смысла. Более того, только христианину и могут быть понятны в полной мере эти книги. Ведь именно христианство снимает с сердца пелену непонимания Ветхого Завета. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам открывает очень важную вещь. Вспоминая схождение Моисея с горы Синай, апостол отмечает, что Моисей полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается, говорит апостол. Если вера в Христа снимает покров непонимания в отношении Ветхозаветного текста, если сам Христос дарит Церкви это знание, имеем ли мы право отказаться от Него, признав ненужным? Апостол Павел предлагает еще одну замечательную мысль. Вспоминая историю израильского народа, он пишет, «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Здесь мы видим важнейший принцип христианского прочтения старозаветных текстов. Сам Павел демонстрирует этот принцип на страницах своих посланий. Например, в послании к Галатам, когда объясняют, что значит история Сары и Агарии, и как эти события в духовно-нравственном смысле относятся к нам. Или в первом послании к Коринфянам, где сказано, что «камень, из которого пили евреи в пустыне, есть Христос». Сделаем важную оговорку. В начале пути воцерковления христианин, несомненно, должен в большей степени изучать Новый Завет. И уже постепенно в свете Нового Завета изучать и Ветхий. Об этом пишет святитель Игнатий Брянчанинов. «Новоначальный инок должен сперва заняться изучением Нового Завета. Духовное понимание Ветхого Завета придет в свое время. Это достояние преуспевших». Как видим, святитель говорит, что и Ветхий Завет необходимо изучать, но только в свете хорошего знания Нового Завета. Здесь все должно быть гармонично. Каждый раз на литургии в символе веры мы поем «Веру и воедину Святую Соборную Апостольскую Церковь». Раз уж мы причисляем себя к Церкви Апостольской, то должны восстановить и в собственной церковной жизни апостольское отношение к Ветхозаветному Писанию, отношение любви и интереса. Ветхий Завет написан Христовым Духом «И о Христе». Воскреснув и явившись апостолом, Христос отверз им ум к уразумению Писаний. Нам открывает ум к пониманию Ветхого Завета, Церковь Христова, которая есть столб и утверждение истины. Не следует отвергать дары церковные, данные нам для спасения. Странно считать ненужным то, что для апостолов было свято и было ими любимо. Путешествие в мир Ветхого Завета – это паломничество ко Христу. Читайте Ветхий Завет, любите его. Наше отношение к этим книгам есть показатель нашей любви к воскресшему Спасителю. До свидания. С вами был миссионер Сергей Комаров. Любите и изучайте апостольские послания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok